Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Информационные итоги дня подводим вместе с нашей командой. Мы готовы рассказать все самое важное и интересное. В студии работает Наталья Болдинская. Смотрите в выпуске. Три смертельных случая всего за два дня. На производствах Кривого Рога продолжают гибнуть люди. Зачастую на Кривоштале никаких трудовых договоров нет. То есть это люди так работают. Герои не умирают. Еще одного участника АТО предали родной земле в Кривом Роге. 150 ролей и около 9 тысяч спектаклей. В преддверии Дня города Первый городской расскажет о народном артисте Украины Владимире Полубоярцеве. Есть такое скопление характеров, которые могут быть новыми даже для меня. Подробности этих и других событий смотрите дальше. Три смертельных случая всего за два дня. На производствах Кривого Рога продолжают гибнуть люди. 18 мая в косохимическом цехе предприятия Арселор Миттл Кривой Рог рабочему размозжило голову. В этот день нашли мертвыми водителя Криворожского управления магистральных газопроводов Харьков Трансгаз. Он перевозил трубы большого диаметра. Погиб в результате аварии. О днем ранее 17 мая на предприятии УК Промгруп скончался 57-летний мужчина с лесоремонтного цеха по производству машин. По предварительной информации, во время работ на пострадавшего упало тяжелое оборудование. Мужчина умер в больнице. В госсуде констатируют, смертей на заводах города стало больше по сравнению с предыдущим годом. А почему, расскажет Юлия Емельянова. Это тот самый коксохимический цех, где в полдевятого утра 18 мая умер рабочий. Его насмерть ударила тяжелой трубой и проломила череп. 33-летний мужчина работал газорезчиком на подрядной фирме Арсиор Миттл МК Монтаж. При выполнении газопламенных работ по демонтажу трубопровода по неустановленным причинам произошло смещение трубы, в результате чего был смертельно травмирован работник. Юристы говорят, работодатели должны страховать своих сотрудников. В случае трагедии специальный фонд выплачивает близким пострадавшего денежные компенсации. Но когда речь идет о подрядных фирмах, так происходит не всегда. Кто тут будет отвечать? Или это подрядная организация, которая все это делает? А если это какое-то оборудование Криворшталя сработало, тут могут быть такие проблемы, что они могут сказать, что это Криворшталь виновата, что не создала нам. Но юридически все-таки, если я работаю на подрядной организации, если у меня трудовой договор, а тут надо еще посмотреть, был ли у них трудовой договор. У этих подрядчиков зачастую на Криворштале никаких трудовых договоров нет. То есть это люди так работают, они не заключают трудовые договора для того, чтобы их не страховать и нести расходы по как раз уплате взносов в этот самый фонд несчастных случаев на производстве. В Гоструде говорят, за последний год на предприятиях Кривого Рога погибли 11 человек. Многие травмируются и нередко остаются инвалидами. Зачастую в этом виноваты сами работники, а иногда и предприятия. По смертельному травматизму 80% несчастных случаев происходят по организационным причинам. 10% по техническим и 10% по психофизиологическим. По техническим 100% всех несчастных случаев связаны с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования. Все мы прекрасно понимаем, что предприятия у нас не новые. Так или иначе, о несчастных случаях на производствах меньше не становится. И уходя рано утром на работу, слесари и газорезчики рискуют больше не прийти домой. Юлия Ебельянова, Андрей Чечель, Евгений Жулай, Евгений Анистрат, Первый городской. Громкие соседи в Жавтановом районе летнему кафе за ДК Центральным разрешили стать круглосуточным. Жители соседних домов против. Говорят, музыка и сейчас мешает, а если она станет играть до утра, спать будет просто невозможно. Но больше людей беспокоят отдыхающие кафе. В нетрезвом виде они дебоширят. Ходить по улице вечером страшно и опасно. Общалась с жителями района Вероника Лавриненко. Сейчас график работы кафе до 23 часов. Но жители района говорят, заведение работает дольше указанного времени. А его посетители до утра разъезжаются домой, по пути кричат и дебоширят. Оно и так бомбит до 11, до 12, а то и до часу. Я вообще, мы сколько писали за этот дворец культуры там, что это такое. Когда летний сезон приходит, то бывает такое, до утра сидят уже тише, сделают тише музыку. Потом выходят, начинают матюкаться тут под окнами людям. Ждать транспорта какого-то, такси, чтобы доехать домой. Невозможно. Кафе находится на заднем дворе ДК «Центральный». К нему и относятся юридически. Просьбу разрешить работать круглосуточно владелец уже направил в райсовет. Говорит, в прошлом году жалоб от жителей не поступало. Да и решение работать 24 на 7 еще не окончательное. Сейчас считаем, заканчиваем май месяц, считаем свою рентабельность. Если это будет не рентабельно, а оно пока не рентабельно, работать круглосуточно мы не планируем. До 23 часов. Музыка у нас звучит с 7 часов вечера, до 10 часов вечера. Мы не нарушаем закон музыки. После этого музыка прекращается, и летняя площадка работает просто на открытой двери. В райсовете мнения разделились. Депутаты от Демсил встали на сторону местных жителей. Були звернення громадян, з громадянами була проведена робота членами нашої партії, це блок Петра Порошенка. Вони сказали своє категорично ні, тому ми намагалися це зупинити, але був знайдений компроміс. Я вважаю, якщо 30 днів вони щось порушать, то ми матимемо змогу це зупинити. Но глава райсовета посчитал, що возле кафе жилих домів немає. А те, що є, знаходяться далеко, тому їм мешати ніхто не буде. Вони обмежувати цілодобово на цілодобово термін роботи чи режим роботи об'єкту, я считаю, що люди спробують. Якщо в течении місяця будуть якісь жалоби від містних жителів, ми просто-напросто то, що предложили члены исполкома, ми просто-напросто їм відменимо своє рішення і відменимо їм цілу дубову роботу. Покара ісовет позволить кафе роботи круглосуточно один місяць. Якщо за цей период поступить хоч одна жалоба від містних жителів, депутати навсегда запретят предпринимателям не закрыватися по ночам. В этом случае кафе не сможет стать круглосуточным никогда. Вероника Лариненко, Виктор Зубченко, Первый городской. Фольгоизол – це новий материал, который использують тепловики для ізоляції магистральных теплотрасс в городе. Продукция отечественного производства. Примерна стоимость одного квадратного метра составляет 40 гривен. Первый экспериментальный участок рабочие Криворожской теплоцентрали утеплили фольгоизолом на территории котельной номер один. Вместе с тем дальнейшим планам по ізоляции угрожают долги населения за поставленное тепло. А это свыше 150 миллионов гривен на сегодняшний день. Протяженность порядка 400 погодных метров, диаметр 820 миллиметров. Значит, самое главное, через что мы взялись за эту технологию, во-первых, это материал, который надолго сохраняет теплопроводность труб. Субсидии на оплату коммуналки теперь будут рассчитывать на основании доходов за год. Такое решение принял Кабмин. Хотя раньше брались во внимание доходы за последние три месяца. Также сейчас нельзя одновременно оформить субсидию и льготы. Ранее отделы труда и соцзащиты сначала считали льготы, а затем из оставшейся суммы назначали субсидию. Теперь вид помощи только один. Изменился и порядок оформления электронной субсидии. Под документом необходимо ставить подпись. С травмого месяца необходимо будет подтвердить эту заяву электронным подписом. В случае, если у граждан не будет электронного подписка, в период месяца они должны обратиться к районному управлению и подтвердить заяву личною подпиской. В другом случае, если в период месяца эта заявка не будет подтверждена, им необходимо будет надавать заяву вторую. Напомню, с 1 мая в Украине снова подорожала коммуналка. А осенью вырастут тарифы и на отопление. Компенсировать подорожание жители Кривого Рога могут, оформив субсидию. Квота на украинское. Верховная Рада решила увеличить количество отечественной музыки и телепередач. Певцы, музыкальные коллективы, украинские песни должны занимать не менее 50% общего еженедельного радиовещания. Подобное правило действует и на телеканалы. С 7 утра до 11 вечера более 70% эфира должны составлять передачи европейского производства США и Канады. Из них наш продукт занимает 50% эфира. Закон поддержали 229 нардепов. Так народные избранники планируют уменьшить количество российского контента. Помнить великих людей. В Саксаганском районе на фасаде 120-й школы установили барельеф известного криворожского художника Ивана Авраменко. Памятный знак открыли 18 мая, приурочивая это событие к Международному дню музея. На торжество пришли люди, которые знали Ивана Гавриловича лично. Среди них был и Николай Чирва. Иван Гаврилович Авраменко – член Национального союза художников Украины. Талантливый и очень трудолюбивый человек. За свою жизнь написал не один десяток картин, которые стали известными не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Иван Гаврилович долгое время работал в 120-й школе, где в памяти себе оставил музей. Иван Гаврилович Авраменко долгое время работал в нашем закладе, в нашей школе, в нашей мастерне. И за лишенному спадок своей картины. В 2013 году на базе заклада открыто мемориальную дошку, выданному Криворийскому художнику. А сегодня, именно 18 травня, когда мы отзначаем Международный день музея, мы открываем барельеф Ивана Гавриловича. Воспитанники школы, учителя, родные и близкие. Все наблюдали за открытием обновленного барельефа. Выбор места был не случайным. Именно здесь, с 2002 по 2008 работал художник. Иван Гаврилович больше всего любил изображать на полотне Кривой Рог. Именно его картины могут передать всю красоту и величие нашего города. Мы придаем такое внимание Ивану Гавриловичу Абраменко. Это действительно настоящий певец, патриот города, патриот Украины. Человек необычной судьбы. Стал выдающимся художником. Пусть у него нет званий самых высших, которые это... Мне кажется, что в народе он получил самое высокое призвание. И признание своих коллег, профессионалов, художников. Иван Гаврилович ушел из жизни 6 ноября 2008-го. Похоронен на центральном кладбище Кривого Рога. Посмертно награжден серебряной медалью первой степени «Казацкая слава». Николай Чирва, Евгений Жулай, Первогородской. Герои не умирают. Еще одного участника АТО предали родной земле в Кривом Роге. Егор Замета был тяжело ранен в сентябре прошлого года в поселке Зайцево в окрестностях Горловки. После длительного пребывания в Харькове и Киеве был отправлен на лечение в одну из берлинских клиник. Сердце героя остановилось в Германии 1 мая. Накануне тело солдата лично доставили его сослуживцы из аэропорта Борисполь. Побывал на прощании с героем и Александр Фифилатьев. Ближе к полудню возле одного из домов по улице Содружества собрались все, кто лично знал бойца. Родные, друзья и близкие не могли сдержать слез во время прощальной церемонии с Егором. Ему было всего 25, но до последнего дня он боролся за свою жизнь. После прощания с солдатом у порога родного дома тело героя увезли на центральное кладбище. Андрей служил вместе с Егором на одном из опорных пунктов. Во время того обстрела ему повезло больше. Пули и осколки не зацепили. Отличный парень, как товарищ. Вообще прекрасный был человек. Жалко таких людей терять. Но это война, оттуда ни день не денешься. Во время обстрела попала шальная, достала. На центральном кладбище героя похоронили на главной аллее. Попрощаться с земляком-защитником страны пришли не только родные, близкие и братья по оружию. Егор с честью выполнил свой гражданский долг. И до конца стал саверен своей воинской бригаде. И сегодня мы его хороним на аллее центрального кладбища, где находятся также наши земляки, которые героически исполнили свой долг. Боец посмертно награжден нагрудным знаком за заслуги перед городом третьей степени. Александр Фифилатев, Александр Бондаренко, Первый городской. Почти ли память? В полдень 18 мая в Украине помянули крымских татар, которые стали жертвами депортации. Именно в этот день, 72 года назад, первые эшелоны с татарами двинулись из Крыма в Среднюю Азию. Всего за трое суток тогда вывезли около 200 тысяч человек. Половина депортированных крымских татар погибла по дороге или в первое месяце ссылки. В Крым упоминать погибших могут только тайно. Российская оккупационная власть официально запретила проводить акции в Судаке и Красноперекопске. В других городах чиновники также дали указание не собираться. В соцсетях появился документ, который отправили директорам учебных заведений. Напомню, крымских татар поддерживает вся Европа. Песня украинской участницы Евровидения Джамалы о событиях 1944 года покорила весь мир. Песня украинской участницы Евровидения Джамалы о том, что происходит в Судаке и Красноперекопске. То, что случилось с крымскими татарами в 1944-м – это геноцид чистой воды. Такое заявление сделал президент Украины 18 мая. Глава государства отметил, что парламент принял законопроект, который признает этот факт. Также Петр Порошенко инициирует изменения в Конституцию, которые касаются прав крымских татар на самоопределение. Мы хоть и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным обеспечением равных прав и свобод этнических украинских, русских и других этносов полуострова. Мы обязаны начать в парламенте Украины процесс внесения изменений и дополнений в 10-й раздел Конституции Украины. Которые в полной мере исходили из неотъемлемого права крымско-татарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства. Рукопашникова из Кривого Рога обучили гимнастике ходу. Семинар прошел в одном из бойцовских клубов на базе 128-й школы. Массажист-реабилитолог Вадим Романщак показал спортсменам основные упражнения здоровительной гимнастики, которые помогут бойцам быстро восстанавливаться после тяжелых соревнований и изнурительных тренировок. Хаду – это синтез упражнений и техник, которые помимо растяжки включают в себя элементы айкидо и йоги. По словам инструктора, заниматься этой гимнастикой может каждый желающий. «Можно проводить тренировку в любом месте, без тренажеров, без никаких дополнительных средств. И очень важно в этой гимнастике дыхание. И в этой гимнастике, в чем еще уникальность, невозможно навредить самому себе». Криворок талантлив. В преддверии Дня города команда Первого городского продолжает эстафету сюжетов о личностях, которые прославили наш город на весь мир. История третья. 46 лет в профессии, более 150 сыгранных ролей. Единственный народный артист Украины в трупе Криворожского академического театра, драмы и музыкальной комедии. Фаворит местной публики. Все это о Владимире Полу Боярцеве. Поговорить с именитым мастером лицедейства посчастливилось Андрею Чечелю. «А вы знаете, я, кажется, понял, где моя стая. Это мой театр. Это мой дорогой зритель в общем мире. Я сегодня просто счастлив». Это премьера спектакля «От любви спасения нет». Его автор, режиссер-постановщик и исполнитель главной роли, народный артист Украины Владимир Полу Боярцев. Только написание пьесы заняло около полугода. Театральное представление, как подведение итогов на определенном жизненном этапе. Своеобразное откровение и автобиография. «Я-то мыслил это как моноспектакль, но потом, поскольку это связано с моей жизнью, я решил туда ввести такие персонажи, как женщины. Четыре женщины, которые прошли по моей судьбе. Но я не называю никаких имен. Но это обобщающие такие образы. Наверное, у каждого своя женщина, которая сыграла значительную роль в жизни». За 46-летнюю актерскую карьеру Владимир Кириллович воплотил более 150 сложных фактурных ролей. Самолично срежиссировал 26 постановок. А в общем отыграл около 9 тысяч спектаклей. И это по самым скромным подсчетам. Безоговорочное признание коллег и обожание зрителей все это стало основанием для присвоения актеру наивысшего из титулов звания народного артиста Украины. «Любая награда в виде звания, каких-то знаков почета, это большая ответственность, потому что нужно ее не только заслужить, но еще с достоинством пронести потом по этой жизни. Ну как, единственный артист за всю историю театра и города народный у нас, за всю историю. Мне кажется, что это должно быть очень ответственно». Трудолюбие – одно из неочевидных, но важнейших качеств для актера. Впервые выйдя на сцену в качестве танцора-балета, Владимир в течение нескольких лет осваивал вокальное и драматическое искусство. Говорит, раньше обучение артиста было похлеще, чем у космонавта. Занятие актерским мастерством по 6 часов в день, вокал, хореография, акробатика, фехтование – чего только не было. В театральном институте при конкурсе 36 человек на место до выпускного дотянуло только 10 студентов. Трудоспособность и повсеместное желание осваивать новое – вот главный фактор удачливости артиста Полу Боярцева. Юношеская хватка не ослабевает и до сих пор. Мне хотелось бы еще, 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 еще и много раз еще пытаться открывать в себе то, что я не успел за всю жизнь сделать. Есть такое скопление характеров, которые могут быть новыми даже для меня, уже испытавшего много сценических ролей, вариантов жизни на сцене. И их нужно вот находить. А вот и молодые коллеги с восхищением отзываются о партнерстве. Иногда бывает такое, что даже не ожидаешь, что он может сказать. Ему иногда бывает, вот в спектакле он уже играл несколько десятков раз, и для того, чтобы себя хоть как-то чем-то развлечь, он может дать фразу, которая немножко выбивает, и просит вовремя включиться, внимательно слушать партнера. И был у нас один такой случай на летучей мыши, когда Владимир Кириллович сказал абсолютно не ту фразу, которую я ожидал. И пришлось вовремя сориентироваться, сдержать смех и шок, и постараться поддержать и в том же ключе сработать правильно. На протяжении 30 лет он остается народным любимцем, фаворитом криворожской публики. Не сомневаемся, впереди у артиста еще долгая актерская карьера. Ведь когда-то, 20-летним юношей ему было под силу сыграть Седовласова старца, так и сегодня артисту даются не просто роли, а целые жизни. Андрей Чечель, Евгений Анистрат, Первый городской. И в конце выпуска я напоминаю, что 19 мая Первый городской ждет всех криворожан на парад вышиванок. Приходите сами, приводите друзей и знакомых. Будет красиво, музыкально, ярко и патриотично. Встречаемся в 12 часов дня возле Георгиевской колокольни. На сегодня это вся информация, о которой мы хотели вам рассказать. Вы смотрели главные новости города «Время Кривбаса». В студии работала Наталья Болдинская. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин